здравствуйте дорогие друзья вы на моем канале о вязании который называется вязанное хобби но меня зовут ольга сегодня я хочу показать вам свои покупки покупки это рассказовская пряжа и посылочки пришли мне с али экспресс ну вот эти вот перед вами посылочки такие маленькие сейчас вместе хочу с вами открыть их давайте я сейчас вскрою и все достану я их не открывала вот я принесла пульс почты как вот они есть сейчас я открою и вам покажу что там внутри так друзья открыла я посылочки и в них вот что было смотрите я пока открывала у меня видите ножницами отрезала упаковку почтовую и разрезала ну ничего страшного пересыплю в другой это глазки по моему здесь 4 миллиметра для моих игрушек которые я сейчас вижу по книге татьяны фирстовой по ее описание и там именно вот такие глазки нужны маленькие очень вот я их специально для этой цели и заказывала мне пришли вот эти все три посылки в одном в одном большом пакете который я естественно сразу же вскрыла этот пакет большой они вот все вместе мне пришли ну так делают вы знаете да на али экспресс еще друзья я заказывала вот такие вот как это называется колечки чтобы делать маркеры посмотрите какая-то прелесть до этого я заказывала гладкие колечки для маркеров а эти вот посмотрите они такие смотрятся шикарно сейчас конечно же все растеряю вот они какие они такие приятные видите они такие блестященькие переливаются как золото ну понятное дело что это не какое не золото это такой металл красивый желтый какой-то так и вот серебристые серебристые мне очень понравились они такие светленькие классные очень классные не помню сколько тут уже штук две штучки достала вот переливаются очень очень красиво ну вот на экране они не так не блестят как живую на самом деле они очень красиво блестят хочу поделать еще маркеров красивых чтобы на свои изделия на новые навешать на процессы да на процессы сколько штук тут не написано нет не знаю не помню уже сколько 100 наверное не 50 это точно так я заказывала друзья вот такие вот спицы у меня есть сейчас я вам покажу гладкие вот достала гладенькие для сравнения просто и вот эти вот спицы это вы знаете вот оде есть до 1 новол по моему называются с пупырками я заказала именно такие спицы они не конечно не именно такие очень даже похожи размер два с половиной два с половиной 60 сантиметров длина и два с половиной 80 сантиметров длина такая прелесть друзья я вам скажу вот такие и вот сравните вот это супер гладкие которыми я пользуюсь очень много у меня их много таких спиц я уже даже со счету сбилась вот они невероятно классные носики просто прелесть это я по моему достала 375 вот леска очень нравится памяти у ней можно сказать ну что это за память да если взять допустим книг про какая леска у книг про ну как сказать не сравнивается вот эта леска гораздо лучше гораздо лучше она приятней нейлоновая лесочка вообще классная вот и вот эти леска такая же как вот предыдущая вам показала вот это вот абсолютно такая же 60 сантиметров носики вот такие вот классные спицы ну а вот эти вот ребрышки они можно сказать почти такие же как на анди но небольшие различия есть а я даже сейчас не могу вспомнить где у меня лежат такие спицы адди надо было все-таки найти и для сравнения вам их сравнить показать ну вот двое спиц таких ну на будущее у меня планы еще заказать такие стоят такие спицы 595 что ли я покупала и там доставка платная еще по моему 90 рублей что ли вот но получается 600 чем-то да ну все равно но они классные просто очень хорошие эти спицы поэтому я их заказала если бы я не знала эту фирму да вот как вот здесь вот написано вот вот это вот я бы еще подумала заказать не заказать с алиэкспресс за такую цену но я их знаю я уже давно вижу на таких спицах поэтому я их и заказала вот далее что у меня с покупками я по новой заказала пряжу опять же на свой страх и риск ну как сказать кто не рискует тот не пьет шампанского да есть такая пословица но я вот решила рискнуть так сейчас я вот это вот все аккуратненько уберу мне один глаз улетел в открытую дырочку но ладно так первым делом друзья давайте я вам знаете что покажу вот эту пряжу вот это ангорка ангор ну вся она ангорка вот что вот так надо сказать давайте начнем вот с этой вот вы знаете я когда достала из пакета я была настолько приятно поражена в руках держать одно удовольствие одно удовольствие вот такой вот вот такая вот картиночка 2 2 штуки в одной упаковке вот что написано здесь упаковка две штуки вес ну получается 500 грамм но я не взвешивала и метраж весь то есть одного моточка от 800 метров вот ну то есть наверное 800 метров до 1 моток ну то есть вот на изделие над какой-то джемпер на водолазку этого хватит артикул 37 сирень ну на картинке кстати вот вам сейчас в экран как есть так нет вам чуть ярче чуть ярче передает она картинке по которой я заказывала там вообще другой цвет был немножко другой ну ладно ничего страшного я кстати довольна и такой пряжи и более того я довольна что она очень мягкая невероятная нежная невероятно мягкая ни грамма не колкая я вот связала образец я начала друзья вязать образец когда я дошла до середины резинки посмотрите какая резиночка один на один просто прелесть я дошла до середины резинки и не могла устоять схватила телефон и заказала еще такую же сиреневую пряжу тоже упаковку и темно-синий темно-синий это мужу на носки а может быть и нет может быть что-то другое ему свяжу жилет какой-нибудь там или свекру жилет вот посмотрите лицевая гладь она не грамма не косит ну вот ажурчик такой дырочки связала и все на спицах три с половиной полотно видите я не стала сильно но маленькие спицы брать потому что ну понятное дело забьется образцы еще не стиранные как постираются я вам потом в следующем видео покажу их расскажу как они там изменились распушились или еще как но я еще хочу их померить по размеру и потом после стирки сравнить все запишу в этот раз у меня аж такой привычки нет записывать ну вот в этот раз я хочу все записать и все сравнить так ну вот такой образчик очень мягкая друзья она не стиранная но очень мягкая прикладывала к шее знаете ну это же мы знаем что арк рассказовская ведь это же не итальянская пряжа да она такая ну я не знаю она не колет вот не колет я прикладываю вот к этому месту и она не колет она не противная вот что я скажу мягкая достаточно в руках держать ее приятно так дальше пришли мне с другого магазина вот 4 матка значит красный там был обозначен но на картинке опять же он такой прямо алый яркий красный пришел другой и вот этот цвет он тоже был другой ну на картинке я-то посарилась на картинке на цвет да но когда она пришла я ее распаковала и я уже забыла о том что я не не соответствует цвет да потому что она настолько приятная ну нас знаете она мне очень на ощупь напомнила кауни вот связала я образец вот такой вот и сейчас меня мысли посещают важно возможно я свяжу себе жилет вот таким узором этот образец связан на 325 ну видимо тоненько потоньше нитка чем-то тата она попухлее вот фиолетовая а это она такая гладенькая и мусора друзья практически нет вот вы посмотрите вот одна штучка сейчас я ее уберу ну вот сверху до другая сторона и посмотрите какая она чистая она также приятная остевых волос по минимуму когда я вязала если попадается какая-то ворси на ее можно выдернуть эту волосинку и вяжется то вы посмотрите какая прелесть ну я не знаю еще до стирки образцы что будет после стирки посмотрим да классный очень мне понравился очень и очень это наверное компенсация моего морального ущерба за прошлые мотки которые я получала вот и вот это вот пряжа она тоже мягкая а я вам кстати вот так вот вот там вот более ну как сказать ближе какой он есть хотя неправильно вам передается он вам передается так как он был на фотографии когда я заказывала а на самом деле вы знаете цвет такой есть петрол да вот и на самом деле вот она больше на этот петрол похоже а может это и есть цвет петрол хотя обозначено было синий вот это позарилась на цвет но я не расстраиваюсь тоже мусора то тут практически нету она мягкая она приятная были была упакована друзья вот в такие пакеты вот что красная что синяя вот в такие вот пакеты упаковка достаточно хорошая и здесь у нас 500 грамм как тут у нас заявлено то вот вот картинка этикеточка 100 граммах 600 метров и вот даже рекомендации есть по стирке 80 процентов шерсть козы 20 полиакрил вы посмотрите всю правду написали да цвет синий ну кто скажет что это не синий да бросьте камень меня ну только что вот немного искажает мой мой телефон цвет не передается ну да ладно ничего страшного это же вы посмотрите я могу сказать что пряжа то есть полотно не косит ну и пряжа тоже не коси до при вязании лицевая гладь мне кажется что ровно вот но я думаю что я когда вы стираю эти образцы они разгладятся закручиваться не будут внизу я вязала спицами 325 а сверху три с половиной вот за этой изнаночной три с половиной вот такое это конечно же по плотнее как сказать там поплотнее вязка да а здесь чуть порыхлее но я думаю что надо вязать на три с половиной а узорами ажуры можно вязать спокойненько 325 так вот это мои значит покупочки сейчас я хочу показать вам друзья еще покупку тоже рассказовская пряжа вот мне она пришла вот в таких вот как сказать упаковках да а вот сейчас я при вас открою мы достанем моток толстая пряжа написано было что она в 4 нитки здесь у нас да вот намотка 4 нити 80 процентов шерсть ангурской козы 20 поле акрил шерсть что там заклеена не заклеена сейчас прочитаем шерстяного типа до 20 процентов поле акрил шерстяного типа вес двух клубков 300 грамм метраж 300 300 граммах 600 метров ну вот и ручная стирка 40 градусов цвет красный и п стромов а там мы смотрели какой и п тоже стромов вот надо у него заказывать потому что мне очень понравилось пряжа очень-очень ну вот из этой толстой я не знаю что буду я вязать мне понравились мотки вот такие вот намотка такая тоже выбор очень большой вот смотрите есть какая-то тут вот вот такая вот штука вот а это не прокрас грязи никакой нету никакой никакого сена ничего здесь нету абсолютно чистые не знаю шерсть она и есть что из такой толстой пряжи связать я не знаю надо будет мне подумать ну может шапку я свяжу красную буду ходить в красной шапке кстати вот этот вот красный цвет передается так как есть друзья хотя на картиночке он был алый ладно ничего страшного что он такой он кстати немножко как вот седоватый вам видно в экране немножко седяной но очень красивый цвет он даже я бы сказала вы знаете не красный а такой вот терракота нет не терракот какой-то сразу с рыжиной что ли вражину кирпичный наверное а может и не наверное красный кирпич какой-нибудь так что вот друзья у меня этих мотков 6 штук я теперь довольная и сейчас я хочу показать еще образец который я связала из зеленой пряжи книга уехала вот зеленой пряжи которую я помните в прошлый раз показывала передается цвет не так совсем не так как вам передается красивее на самом деле он как зеленка ну все знают да зеленку видите какая она волосатая какой он волосатый он этот образец постиран ужасно волосатый которая пряжа мне не понравилась там был связан образец у меня какого цвета то я уже забыла со салатовый по моему цвет салат а вот этот вот только думаю дай-ка я свяжу посмотрю но потому что лицевая гладь безбожно косит я решила вот связать шахматку и вот это конечно же только на носки только на носки больше никак свяжу мужу свяжу свекру и пусть они ходят в таких вот волосатых носках на рыбалку ну конечно же с добавлением там какой-то нити возможно ализе супервош или там бога какой-нибудь добавлю ну вот на вид то она вроде симпатично а ужасно колко ужасно колко друзья не знаю какая-то ангора я меринос ни разу не покупала я не знаю как он выглядит как не в комментариях под прошлом видео он написали что это похоже пряжа на меринос что наверное на складе перепутали или может специально перепутали засунули вместо ангорки потому что меринос дешевле чем ангорка вот такая вот ситуация произошла ну вот друзья пока похвасталась вам своими самую-то главную покупку я вам и не рассказала друзья я купила себе помощника для помощника по уборке это робот-пылесос xiaomi вот два light вот так вот он называется ну я наверное какие-нибудь фотографии вам поставляю или маленькое видео вставлю как он у меня сегодня пылесосил чудо-юдо такое окошка с ума сходила у меня сначала все присматривалась присматривалась к нему а потом напала драться ну там такие вот усики пыль собирают да такие вот крутится щеточки такие и вот кошка по этим усиком давай лапами барабанить драться нападает то есть надо кошку пока он в одной комнате пылесосит надо кошку в другую комнату переносить а то она дерется с ним вот ну и все буду заканчивать свое видео коротенькое ну что ж поделать какое есть да вот и хочу вам как обычно пожелать мирного неба над головой крепкого вам здоровья хорошего вам настроения почаще улыбаться творческих вам идей побольше и воплощение их и кто вяжет сейчас тому ровных петелек и легких петелек а с вами была ольга на вязаном хобби всем пока до новых встреч в новых моих видео